Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна и сегодня покажу заказ по 15 каталогу Фаберлик. Здесь будут и новинки, и любимые товары, которые я заказала повторно, и уход будет, и декоративная косметика, и товары для дома. В общем, много всего интересного, поэтому не переключайтесь. Ну а начну я, пожалуй, не с заказа по 15 каталогу, а с заказа по 13 и 14 каталогу. Я заказала эти товары, которые сейчас вам покажу, раньше, но забывала вам показать. Просто уже распаковала, убрала, начала пользоваться, и все время забывала два обзора подряд принести вам и показать. В общем, вот такая вот корзиночка. У нас появляются корзины для хранения Фаберлик. Они выполнены из шнурка, такие вот вязаные корзиночки трех размеров, средняя, маленькая и большая. Сейчас вы видите у меня в руках большую корзину. У нее есть вот такие вот ручки, за которые, в принципе, ее можно подвешивать. Но если, наверное, наполнение не слишком тяжелое, эту корзиночку я купила для себя в ванную. И сюда, как вы видите, я составила продукты, которыми пользуюсь на ежедневной основе. У меня здесь кремы для тела, масла для волос, спреи для волос и так далее. Мне кажется, смотрится это достаточно красиво, эстетично, не бросается в глаза. Раньше у меня просто в таком контейнере это все стояло. Здесь мне нравится, что высокие бортики. Не видно вот этого всего разнообразия цветов, что находится внутри. Ну и смотрится, в принципе, классно. У меня это оттенок бежевый. Еще есть в сером цвете вот такие вот корзины. И так мне корзинка понравилась, что я заказала себе еще корзиночку маленькую, самую миниатюрную. Она кругленькая и идет уже без ручек. То есть вот она просто круглая. И как вы видите, приспособила я эту корзиночку для хранения зарядных устройств. От телефонов, от наушников и так далее. У нас эта корзиночка стоит на столе кухонном, потому что мы заряжаем телефоны на кухонном столе. У нас там удлинитель, в общем, много розеток. Заряжаем наверху, чтобы ребенок никак не дотянулся до зарядника, до розетки. Поэтому у нас вот эти вот шнуры, они то и дело, знаете, то там лежит, то там торчит. Поэтому я решила, чтобы все было более-менее организовано. Это вот сейчас ребенок телефон зарядил и не свернул. Вот так вот, в общем, все сворачиваешь, кладешь и смотрится вполне себе красиво. В общем, вы меня поняли. Тоже в бежевом оттенке. У меня такая корзиночка. Выполнена они качественно. Да, я думаю, кто-нибудь напишет, что дорого. Например, вот такая вот корзиночка. По-моему, 480 рублей мне стоила. Но я посмотрела на маркетплейсах, и там подобного качества, подобных размеров корзиночки продаются наборами и стоят ничуть не дешевле. А если брать набор там из 3-4 корзинок, то вот прям накладно получается. А 4 корзинки, например, мне и не надо. Следующее, что я вам покажу, это новинка, которая меня прямо-таки приятно порадовала и немножко даже удивила. Хотя я всегда знала, что носки Фиберлик классного качества, вот эта новинка, она вот прям к душе мне пришлась. И скажу по секрету, такой спойлер на следующие мои обзоры. Я себе еще такие носки заказала и бабушкам в качестве подарка заказала, потому что мне они очень-очень понравились. Это у нас носочки из шерсти кролика. Ну, не 100% конечно же здесь в составе шерсти кролика, но она входит в состав. 38% шерсти кролика, 32% полиамид, 8% полиэстер, 20% акрил и 2% эластан. У меня это оттенок темно-серый, размер 39-41, у меня нога размера 40,5, то есть я могу иногда 40 размер себе покупать обуви, иногда 41, все зависит от модели. Вот эти носочки прям идеально сели по ноге, они высокие, мне кажется, они даже на 42, ну на 41 полноценные точно они налезут, даже на 42, это при том, что я не люблю, когда носки или колготки или обувь сдавливают. Ноге всегда должно быть комфортно, и я как человек, который не понаслышке знает проблемы с ногтями на ногах и с ними сталкивался неоднократно, я могу сказать, обувь и носки должны быть комфортные. Меня всегда поражает, когда кто-то покупает носки и говорит, ну вот они тут до 40 размера, у моего мужа там 42, ну ничего, растянутся нормально, нет, не растянутся это не нормально. А вот эти носочки, они прям по ноге, они достаточно высокие, то есть зимой их можно и под джинсы, под брюки надевать, а также с какими-то укороченными брючками, например, когда из ботинка будет торчать носок. Носочек этот можно вот таким образом, например, подгибать, сделать отворот, ну это очень красиво, или там если на фотосессии ходите, например, есть молочного цвета носки, это будет смотреться очень по-новогоднему. В общем, они невероятно мягкие, они невероятно уютные, мне они очень понравились, и в общем-то все их оценили, и сестра, и моя мама. Я говорю, посмотрите, какие здоровские носки, и мне кажется, они вполне подойдут на широкую голень, потому что посмотрите, как они тянутся. Ну на самом деле здесь вот такая вот лапшичка достаточно плотная, будет, конечно, посильнее ножку облегать, чем если голень такая тоненькая, худенькая, но тем не менее давить не должно. Поэтому носочки могу вот прям рекомендовать однозначно, в разных цветовых решениях есть эти носки. Действительно кролик в составе ощущается, они тоненькие, их можно и по дому носить, и для красоты куда-то, да, опять же на фотосессию ту же. И в сапог тоже планирую носить этой зимой, в принципе для этого я и купила, да, именно в сапог носить. Они тонкие, но в то же время мягкие, уютные и теплые носочки. Повторная покупка, третий раз уже говорю вам об этом товаре в своих обзорах, третий раз подряд. Это бюстгальтер из коллекции, как это называется, серии бюстгальтер без косточек с 3D фиксацией, софт комфорт линеечка называется. На этот раз опять мама заказала себе бюстгальтер в бежевом цвете. Идут эти бюстгальтера в размер. Пример я вам уже показывала при ближайшем рассмотрении и бюстгальтер в бежевом цвете, и бюстгальтер в черном цвете. И даже примерку на себе показывала для того, чтобы вы могли определиться. Идут они в размер. Я ношу размер М, и бюстгальтер у меня размера М. Что хочется сказать, всегда вот я ношу 80Б, и бюстгальтер тоже вот мне М идеально подошел. Так же, в принципе, как и моей маме. Она заказывала бежевый, и говорит, потом, может быть, ближе к лету, еще закажу. Я говорю, ближе к лету их уже не будет. Это лимитированная, так скажем, коллекция. То есть это не постоянная линейка в каталоге. Она говорит, тогда возьми мне еще один в запас. Потому что, она говорит, я его ношу, я просто из него не вылажу. Он очень удобный. Аналогично я тоже свой черный бюстгальтер, который в прошлом каталоге вам показывала, ношу. Вот прям, ну, каждый день, да, куда-то, там, под свитер, под куртку, под пальто. Это очень удобно. Он без косточек, он мягко, но надежно фиксирует грудь. Там есть съемные чашечки без эффекта пуш-ап. Можете вставить, можете их достать. Невероятно комфортный бюстгальтер. По комфорту я его могу сравнить с тренировочной, спортивной маечкой. Топиком таким, очень, в общем, классный бюстгальтер. Берите, если раздумывали, надо, не надо. Ну, вы понимаете, третий, третья единица, знаете, в третьем заказе подряд. Это уже о чем-то говорит, да. Следующее, что я вам покажу, это, ну, давайте, наверное, по уходу немножко пройдемся. Вот такую новиночку я себе взяла. Это крем для кожи вокруг глаз из линейки Вербена «Зимний уход». Приходит он вот так, не в какой-либо коробочке, просто вот тюбик. Тюбик приятный, матовый пластик. И линейка Вербена у нас идет с пометкой 30+. Борется с семью признаками возрастных изменений. Я начала еще до 30 пользоваться этой линейкой периодически. Вот эта зимняя серия мне очень нравится. И крем для век я решила себе взять. Он невероятно уютный, комфортный. Крем подходит и на ночное, и на дневное использование. Он не жирнит кожу век, но в то же время здорово ее увлажняет, напитывает. И не лежит какой-то пленкой, не оставляет ощущения тяжести. Мне очень нравится этот крем. Особенно сейчас, когда на улице снег, когда на улице холодно, дома отопление. И, в общем-то, наша кожа в постоянном стрессе находится. Особенно нежная кожа вокруг глаз, под глазами. Ухаживаем, не забываем утром и вечером. Прям очень люблю этот крем. Заказала, стоит он копейки, там в районе 100 рублей. Мама заказала вот такую вот сыворотку от Эксперт Коллаген. Это активная сыворотка для лица с коллагеном. Активный уход для зрелой кожи. Способствует восстановлению собственного коллагена кожи. И имеет выраженный омолаживающий эффект. Здесь 30 мл. Артикул 1075, на всякий случай вам назову. Маме эта сыворотка нравится. Она использует ее именно вечером под крем. И она говорит, что эффект виден. Кожа более упругая, действительно становится. Такая более свежая, отдохнувшая, гладкая. Ну, в общем, такая, какая она и должна быть после использования продуктов с коллагеном. Но у нас в каталоге выходит новая линейка, которая называется Коллаген О2. Там у нас есть дневной и ночной кремы, бустер, тонер. И вот в 16 каталоге появится еще крем для кожи вокруг глаз. Я для себя приобрела тонер. Уход у меня есть. И пока закупаться новыми баночками я не планирую. А вот тоники, тонеры, это то, что расходуется достаточно быстро. И я решила попробовать тонер, потому что мне было очень интересно сравнить фаберликовский тонер с тонером, которым я пользуюсь сейчас, на минуточку с конца мая этого года. Это тонер от корейского бренда It's Skin. И это тонер тоже с коллагеном, с пептидным коллагеном в составе. Розовая их линейка. Что хочется сказать. Если корейский тонер, он расходуется максимально экономично. У него очень вязкая, такая плотная текстура, которая не растекается по пальцам. И как песок, как вода меж пальцев не скользит. Я его вот прям вот так вот вытряхиваю на пальцы и разношу по лицу, под глаза наношу, на шею наношу. Максимально комфортно. Работает как такая легкая сыворотка, я бы даже сказала, а не просто тонер. И он достаточно вязкий. Если наносить его на ватный диск, то продукта нужно использовать очень много. Потому что он плохо пропитывает вату. Он достаточно густой. Я пробовала ваткой сначала наносить, да, ватным диском. Но потом поняла, что это глупости. И не зря, в принципе, корейский уход. Тонеры рекомендуется, да, наносить именно пальчиками. В общем-то так я его и наношу. И вот еще раз говорю, с конца мая пользуюсь. Сейчас у нас уже конец октября. Пользуюсь каждый день, каждый день. Новинка тонер от Фаберлик. Это не тонер, нет. Это что-то среднее между тоником и тонером. Да, он более густой, чем обычный тоник, чем тот же тоник Ботаника, например, да. Но он не дотягивает до тонера. То есть ты его наливаешь, и он прям вот между пальцев у тебя течет. Его комфортнее наносить именно на ватный диск. То есть на ватку и потом на лицо. Ну или как-то вот прям в ладошку вот так вот наливать и вот прихлапывать к лицу. Ну то есть это неудобно. Я пробовала и в ладошку наливать, пока ты до лица донесешь. То есть у тебя это все вот тут вот стекает. Или надо вот прям лицом окунаться вот так в ладошки. В общем, это не тонер. Да, это что-то более густое. Как будто вот в тоник немножко крахмала добавили. Но это не тонер, тем более не коллагеновый тонер. Не знаю. Здесь у нас написано мультимолекулярный комплекс коллагена для восстановления и поддержания молодости кожи. Да, эффект похож на тонер от It's Skin. Похож. Но он хуже. Сразу скажу, то есть если сравнивать, какой тоник-тонер брать, лучше It's Skin. Вы скажете, там цена дороже. Не помню, сколько этот тоник стоил. Тонер, по-моему, 200 с лишним рублей. Тот тонер стоил 800 рублей с копейками. Но извините, еще раз повторюсь. С конца мая. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Это 5 месяцев. И мне до нового года, я полагаю, еще хватит этого тонера. Потому что там вот так вот осталось. Хотя там тоже 150 миллилитров. У этого расход будет больше. Что касается отдушки. Ну, давайте я даже покажу, как он льется. То есть вот он. Это водичка. Видите, это вода. Просто. Это вода. Вот она. Вот, вот он течет мне на толстовку. В общем, по запаху. Здесь не пахнет коллагеном абсолютно. Есть отдушка. Она достаточно яркая. Такая свежецветочная. Немножко, может быть, парфюмерная. Но она меня никак абсолютно не напрягает. Она приятная. Такой запах чистоты, я бы сказала. Парфюм с запахом чистоты. И вот он оставляет такую липкость. Липкость от тонера It's Skin. Я этой липкости абсолютно не наблюдаю на своем лице и на своих руках. В общем-то, за свою цену неплохо, я вам скажу. Но есть и получше продукты. Далее. Вот такие вот матирующие салфетки от It's Clea я взяла. Здесь 80 салфеток. Это простые тканевые бумажки, которые вы прикладываете к лицу для того, чтобы оно у вас поменьше сияло. И мне они нравятся. Артикул 3-6-4. Матирующие салфетки с зеленым чаем. Ну, экстракт зеленого чая. Как он там подействует на вашу кожу, когда вы пару раз промокнули. Но сами салфетки хорошие. Да, можно купить где-нибудь на Wildberries. Там подешевле они будут стоить рублей 70-80 за упаковку. Но эти салфетки хороши тем, что они плотные. И вот одной салфетки, ну иногда двух салфеток, мне хватает на то, чтобы полностью обезжирить лицо. А те салфетки, ну минимум 2-3 нужно для того, чтобы пройтись по всему лицу. Вот я, например, сегодня накрасилась где-то в 7 утра. Сейчас у нас около 5 вечера. И я вот перед съемками одной салфеткой прошлась такой. И все прекрасно. Я не блещу и не сияю. Ну только там, где хайлайтер. Потому что не снимают эти салфетки макияж. Также, если говорим мы про Ицклея. В 15 каталоге была наищедрейшая акция на тени однушки из этой линейки. И моя мама воспользовалась этой акцией аж 3 раза. 125 рублей. Каждый оттенок теней обошелся. Она взяла сразу 3 оттенка из линейки глиттерных теней. Это у нас артикулы... Так, ну в принципе я в подсъемах вам показала все артикулы, все оттенки. Кофейный она взяла, золотой и какой-то лиловый или лавандовый. Эти тени у нас скрелти-фри, веганские, эко-френдли, не тестируются на животных. В общем, максимально-максимально такие грин, веган, натюрель. Такие вот тени. По качеству они хороши. За свою цену это просто подарок, я считаю. С учетом того, что здесь в каждом рефиле 1,7 грамма. Еще раз повторю, что на мой взгляд это лучшие тени в компании Фиберлик. Лучшие по качеству, лучшие по носке, по нанесению, по текстуре, по сиянию. Они практически не тускнеют, они не скатываются. В общем, они классные. Могу смело вам их рекомендовать, только найдите свой оттенок. Я говорю именно про глиттерные оттенки. Сатиновые и матовые я не пробовала. Глиттерные оттенки реально хороши, хороши. И там, несмотря на то, что название глиттер, там нет вот этих блесток. То есть это не глиттер в широком понимании. Это скорее всего, я бы сказала, металлики. Тени металлики. Ну никак не глиттеры. Ладно, дальше в хозяйственную тему немножко перейдем. В этот текущем каталоге акция. Два продукта с указанных страниц вы можете взять по супервыгодной цене. Я взяла вот такой гель очищающий для туалета. Цитрусовый микс. Давненько я не брала никакие гели для туалета Фаберлик. И решила возобновить. Думаю, пока выгодная цена. Скидка 26% у меня в этом каталоге получилась. Поэтому, думаю, возьму. Всего 130 рублей. Обошелся вот такой вот туалетный утенок 500 мл. Ну, неплохие гели Фаберлик. Ничего сказать плохого про них не могу. Ну, такая база. И взяла вторым средством. Моющее средство универсальное. 100% чисто. У меня такое было с пробиотическим комплексом. Пахнет оно свежестью, если я не ошибаюсь. Ну да. Такое свеженькое. С зелеными нотками. В общем, под порогом мою. Если там пыль нужно быстренько протереть. Могу даже в воде не разводить. Смочила тряпочку. Каплю этого средства капнула. Вот так вот распределила немножко по тряпке. Прям в руках. И пошла, протерла там стол, стенку, подоконники. То, что каждый день протираешь. Вот. Поэтому могу рекомендовать. Можно мыть пол, стены, ванную комнату. Длительная частота. То есть, действительно, медленнее оседает пыль на поверхности. Ну и в целом, в общем, хорошая штука. Подходит для квартир, домов. Где дети ползают по полу. Где домашние животные присутствуют. В общем, безопасное, хорошее средство. Также взяла два средства для мытья посуды. Я с нового года не покупала эти средства. Но сейчас их перевыпустили. До трех раз гуще эффективнее. В общем, нам обещает компания, что эти средства стали. Ноль плюс, как и раньше. В общем, против сложных загрязнений я взяла. И взяла чистота без налета и желтизны. Здесь у нас лимон. Лимон и мяты. Давайте понюхаем. Изменился ли запах? Нет, насколько помню я тот аромат, он не изменился. Для меня это, знаете, что-то такое новогоднее. Мятное, с кислинкой. Вот запах нового года. А вот это у меня слаймом зелененький. По-моему, тоже то же самое. Такой типичный цитрусовый, цитрусовый зеленый аромат продуктов для мытья посуды. Да, гели для мытья посуды. Я люблю эти средства. Они концентрированные. Их можно разбавлять кипяченой водой. Один к трем, например. Как я знаю, многие разбавляют. Но я не люблю разбавленные средства. Такие жидкие. Я лучше просто капельку поменьше капну на губку. В целом они хорошие. Жир отмывают. Пригоревший жир отмывают. И можно использовать для детской посуды. Это очень удобно. Не надо ставить 10 бутылок. Условно говоря, этой бутылкой я мою посуду ребенку, этой коту, этой себе и мужу. Нет. Одна бутылка, знаете, на всю семью. Также для кухни заказала мылоустраняющие запахи кофе и тирамису. Решила, что для зимы будет уютный аромат. У меня такой аромат уже был. Да. Он такой сладенький. Такой немножко ванильный, уютный. Сейчас у меня зеленое яблоко, по-моему, в использовании. Но все это мыло по качеству одинаковое. Оно отличается только отдушками. Качество отличное. Как я его первый раз попробовала еще в 2014 году. Так я ему пользуюсь постоянно. Это постоянный житель уже на моей кухне. Это мыло прекрасно удаляет запахи. С разделочных досок, терок, ножей, столов, с ваших рук и так далее. Ну то есть сегодня, например, я делала котлетки и натирала лук на терке на пластиковой доске. Я все это помыла, просто не замачивая губкой с вот этим мылом, устраняющей запахи. И ни терка, ни пластиковая доска, ни мои руки не пахнут луком или чесноком. Прекрасное средство. В общем, а раньше, когда этого мыла не было, приходилось на 2-3 раза промывать эту доску, вышаркивать ее. Потом еще где-нибудь проветривать желательно, потому что запах чеснока, лука, особенно тертого, ну это вообще пиши пропало. Также я заказала освежитель воздуха. Вот такой акваспрей, тропический бриз. Мне очень нравится эта одушка, такая свежая, нежная, акватическая, немножко цветочно-фруктовая, летняя. Ну, в общем-то, для ванной и туалетной комнаты самое то. Эти спреи, они идут на водной основе. Я спреями на водной основе пользуюсь еще очень давно. Еще до того, как познакомилась с компанией Фаберлик, я покупала от другого производителя спреи на водной основе. Но там они стоили дороже, чем фаберликовские уже тогда, тысячу лет назад. И почему я стала покупать именно на водной основе спреи? Потому что они безопасны для окружающей среды, для озонового слоя планеты. Но в первую очередь они безопасны для человека. Если у вас есть в семье, члены семьи, у кого, например, астма или какие-то проблемы с бронхами, с легкими, то вообще 100% это ваш вариант. Хорошо освежают воздух, нейтрализуют неприятные запахи, немножко увлажняют, потому что они на водной основе. Еще раз повторюсь, они безопасны для детей, для домашних животных. И это замечательно. Сестра заказала вот такую вот штучку, это ванночка, гель для маникюрных и педикюрных ванночек с маслом, апельсиновой косточки или апельсина, да, со сладким апельсином, да, со сладким апельсином, экстрактом сладкого апельсина. В общем, это гель, который вы разводите в воде, опускаете туда руки, ноги, смотря, что вы делаете, маникюр или педикюр, ждете немножко и делаете уже непосредственно маникюр. Вы у меня спрашивали, Аня, как ты там делаешь маникюр, как ты ухаживаешь за ногтями? Я делаю маникюрную ванночку вот с этим вот гелем, размачиваю ногти, да, немножко отпариваю, так скажем. Потом я делаю обрезной маникюр себе, то есть удаляю все лишнее, кутикулу специальными вот этими кусачками для маникюра, подстригаю ногти, не пилю ногти никогда, именно подстригаю. И все, потом после маникюра я наношу на кутикулу и на кожу вокруг ногтя масло смягчающее. Вот и все, все мои секреты, все мои секреты. В общем, это хорошее средство, смягчает кутикулу, смягчает кожу вокруг ногтя, делает ногти более крепкими, они напитываются вот этим маслом, они становятся более блестящими. В общем, рекомендую однозначно. И последнее, что я вам покажу, это то, что я тоже очень давно не заказывала. Это самая атмосферная и самая новогодняя, на мой взгляд, линейка, под линейка, в линейке бьюти кафе. Конечно же, это грушевое парфе, хотела сказать карамельная груша. В общем, я взяла себе сразу три продукта, стоят они копейки, но какой это атмосферный аромат. Первое, с чего начну, это жидкое мыло объемом 300 миллилитров. Оно у меня пойдет на кухню. Оно вот такое вот прозрачное, не сушит кожу, большой объем, приятная такая упаковочка, зеленый цвет. Далее гель для душа, понятное дело, он у меня пойдет в ванную. Здесь у нас уже 200 миллилитров. Он кремовые текстуры и такого ярко-зеленого цвета, кислотного немножко. Вот мне кажется, до перевыпуска цвет был у этих гелей поприятней, такой более натуралистичный. И третий продукт, это суфле для тела. Здесь сколько, 150 миллилитров. Пришло суфле зафольгированное, но я пленочку уже сняла. Это крем с нежнейшей, такой тающей, сливочной текстурой, упругой. Крем прекрасно впитывается, распределяется, тает на коже. И дарит ее ощущение комфорта, напитанности, увлажнения. После ванны, зимой, когда кожа сохнет, просто прекрасно. Но что объединяет все эти три средства, это, конечно же, божественный аромат. Это запах груши в карамели от Ифраше. Кто помнит, году в 2013-2014 была такая лимитка в Ифраше. Карамельная груша. И это был незабываемый аромат. Я помню, у меня был гель 400 миллилитров. Я вот помню, как он пах. Это максимально похоже. Максимально. А только дешевле раз в пять, наверное. Тут чуть больше именно грушевой кислинки. В основном вот эта же сладость, карамельность. Обалденно. Я очень люблю этот аромат. Но я люблю его именно зимой. Вот в ноябре, декабре, в преддверии Нового года. Каждый год это покупки, которые у меня должны быть. И я надеюсь, что Фаберлик, пусть он перевыпускает эту линейку там 10 раз, меняет название, цвет, текстуры. Главное, чтобы не менял аромат. Потому что этот аромат это просто что-то сногсшибательное. Сладость и кислинка груши плюс ванильная какая-то нотка, нотка карамели, нотка какой-то выпечки. В общем, это шикарно. Если не пробовали, однозначно рекомендую такой гурманский, немножко кондитерский аромат. Просто бомбина. Что еще могу сказать? Шикарно, шикарно. Вот такой вот заказ у меня был на этот раз. Я надеюсь, что мое видео было для вас интересным и полезным. Чтобы с пользой провели время. Если так, то не забывайте поддерживать данный ролик лайками. Делиться им со своими друзьями, коллегами по работе и так далее. Пишите, что вы заказали в 15 каталоге Фаберлик. Делитесь, конечно же, своими отзывами на те товары, которые я вам сегодня показала. Ну и до скорых встреч на моем канале. Желаю вам приятных покупок. Желаю вам отличной погоды за окном. У нас, кстати, вот уже сутки просто не переставая идет снег. И у меня повысилось настроение. Осень терпеть не могу. А вот когда выпадает снег, как-то вот легче дышать что ли становится. Поэтому, в общем-то, я желаю, чтобы у вас тоже поскорее выпал снег, если его еще нет. Если вот у вас вот эта слякоть и грязь. А если тепло, то пусть будет тепло. Снег еще успеете. Успеете по нему погулять и походить. В общем, давайте закругляться. До скорых встреч на моем канале. Не забывайте подписаться, а то пропустите какие-нибудь новые интересные видео. Ну а на этом все. Пока-пока.